Накануне в Югре приняли самый главный финансовый документ региона, бюджет на 2020 год. В него заложены предполагаемые доходы и основные расходы, которые пойдут на нужды югорчан. Подробнее о том, на что конкретно потратят сотни миллиардов рублей, расскажем в следующем сюжете. Из 25 вопросов повестки 33 заседания Окружной Думы самым обсуждаемым и дискуссионным среди парламентариев стал бюджет на следующий год. Главный финансовый документ региона принимали в двух чтениях. Депутаты отметили, что стартовые доходы на следующий год уже на 26 миллиардов выше, чем в начале предыдущего года и составляют 213 миллиардов рублей. Больше 70% всех этих денег пойдет на выплату зарплат бюджетникам, а также госпрограммы в сферах образования, медицины и демографии. А это значит, что бюджет остается социально ориентированным. За счет вот этих сумм нам удастся решить очень много проблем. Вы знаете, что в этом году мы практически уже, наверное, заканчиваем проблему с балками. То есть в ближайшее время они будут снесены, потому что только с начала года 900 балков уже снесены с лица земли. И сейчас по заданию губернатора, в принципе, все муниципалитеты работают над проблемой сноса аварийного жилья. Основное тело бюджета – это налоги на прибыль и имущество организации. Отмечу, что в основе проекта окружной казны лежит прогноз социально-экономического развития региона. Депутаты обратили внимание, что согласно документу валовый региональный продукт растет на 0,1%. Вкладывались немалые средства в экономику округа для того, чтобы и налоговых поступлений было больше, и предприятия лучше работали, и больше этих предприятий было. Как мы видим на сегодняшний день, по итогам этих лет нет роста внутреннего валового регионального продукта, а, соответственно, те денежные средства, которые были потрачены до этого прошлого года бюджетом, ну, наверное, потрачены не совсем с тем эффектом, который рассчитывался. Несмотря на то, что не все фракции поддержали проект бюджета, большинство депутатов проголосовали за. Фракция выступает в целом за поддержку данного проекта бюджета, поскольку учтены наши основные пожелания по социальным расходам. Мы выразили желание увеличения расходов на физическую культуру, поскольку заявлены высокие параметры, мы снижаем смертность, увеличиваем продолжительность жизни. Также на заседании был принят ряд важных законопроектов для школьников. Например, раньше, когда ребенок достигал совершеннолетия, но еще продолжал учиться в школе, родителям не оплачивали его проезд во время леготного отпуска. Теперь же закон исправляет эту ситуацию. Кроме того, депутаты решили вопрос с питанием школьников из многодетных семей. Порой дети из многодетных семей обучаются им больше 17 лет, и бывает и 18 лет, когда школу заканчивают. И вот мы устранили как раз это противоречие, продлили возможность и дали возможность таким детям получать горячее питание в школе. Это просьба родителей, это просьба избирателей. Очень часто обращаются именно с такой проблемой. Также депутаты расширили перечень тех, кто имеет право на бесплатное питание. В него входят сироты, дети из малоимущих и многодетных семей, а также ученики с ограничениями здоровья. Теперь же меры соцподдержки получат дети-инвалиды в спецучреждениях. Это двухразовое питание. А тем, кто обучается на дому, будут выдавать сухой паек или денежную компенсацию. Василий Сысуев, Дмитрий Макаров, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск.